МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Дмитрий, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли к нам в гости, рада вас видеть. И начиная разговор о вашей благотворительной деятельности, вспомню недавнюю акцию, в которой вы приняли участие в качестве режиссера. Это постановка спектакля «Том Сойер» для детей-инвалидов и детей с особенностями развития. Да. Расскажите нашим телезрителям об этом проекте. И как получилось так, что вы приняли в нем участие? Ну, постановка была осуществлена для всех зрителей. И просто к нам в театр пришли представители этого фонда и попросили что-то сыграть специально для них, для их ребят. У нас очень маленький зал. И когда они вот пришли в зал, они сказали, ой, мы тут не поместимся. А еще у нас есть ребята, которые на колясках, и нам тут и не въехать будет никак. Но мы находимся в Аничковом дворце, и там есть замечательный театральный комплекс, который называется «Карнавал». Наверное, все знают, все петербуржцы знают это замечательное место. Там большой зал, огромная сцена, и им очень понравилось. Они предложили руководству дворца вот такую акцию провести. Для нас, для меня, как для режиссера спектакля, это было, ну, конечно, очень приятно. С одной стороны, сыграть вот для таких ребят. С другой стороны, это огромная ответственность, потому что спектакль рассчитан на обычных ребят. А это все-таки ребята необычные. Их восприятие, их особенности, да, они, ну, как мне казалось, требуют другого немножко подхода. Да, вы совершенно правы. А вы как раз-таки были режиссером, и именно вам необходимо было погрузиться в эту сторону вопроса и понять, что этих ребят отличает восприятие непосредственно. Да, ну, мы пообщались с представителями фонда, и они сказали, что нет, нет, как бы тут не требуется ничего. И им только пространство нужно было другое, чтобы все могли разместиться. А так, как бы, все их устраивало. Просто риск такой был, и я этот риск ощущал, что а как эти ребята будут воспринимать? Потому что спектакль шумный, громкий, и как, не будет ли это для них чересчур, будет ли им понятно, что там происходит. Вот, и, кроме того, надо было с небольшой сценой, потому что наша тютовская сцена, она не очень большая, перенести это все зрелище на огромную концертную сцену. Вот. И вот это была такая основная для нас проблема. Ну, и ребята, конечно, чувствовали ответственность огромную. Огромная ответственность. Ну, для них был в этом, ну, что ли, ну, не азарт, конечно, но огромный интерес. Огромный интерес сделать вот это доброе дело. Дмитрий, вы очень красочно описали весь процесс подготовки. Я предлагаю посмотреть вместе с нашими телезрителями, что же из этого получилось. Мы подготовили репортаж об этом событии. Так что, внимание на экран. Давайте. Дмитрий Стрелков, профессиональный актер и режиссер. Закончил театральный институт имени Щепкина по специальности режиссер. Играет в кино, но более известен как актер дубляжа. Имеет более 50 дубляжных работ. Место работы в настоящее время – театр юношеского творчества в Санкт-Петербурге. Дмитрий, вы присутствовали на дебюте. Расскажите о своих впечатлениях, когда действие состоялось. Все ли было по вашей задумке реализовано? И какие у вас были ощущения внутри после состоявшегося спектакля? Ощущение было огромной радости, что это все получилось. Я очень переживал за ребят, потому что вот эти особенные дети в силу, так сказать, своих особенностей, извините за тавтологию такую, они немножко по-другому реагируют. Они иногда реагировали в тех местах, где вроде бы не должно быть реакции. И по-своему. И потом они очень индивидуальные. Если все-таки зрительный зал – это такая, ну, какая-то единая масса людей, да, и если какая-то есть реакция, то она такая общая, как правило, то эти ребята, они позволяли себе, вот один отреагировал, другой – нет. И один отреагировал громко. Потом кому-то там было неудобно то ли сидеть, то ли что-то там, то ли устал просто ребенок какой-то. Он там что-то шуметь начал. Требовать, значит, улучшения условий. Не знаю. А шум в зале – это для профессиональных актеров проблема, когда зритель… Это особенно на культпоходах ощущается. Я еще свои помню, когда я школьником ходил со школой в театр, и какой-то кошмар был для актеров. Ну, необычный опыт. Вот скажите, цель была достигнута, этого спектакля? Конечно. Вот та, которую вы перед собой поставили. Конечно, конечно. Подарили эти эмоции, ту радость этим людям. Оказалось проще или сложнее, как считаете, донести? Вот мы обсудили сторону, что они реагировали несколько шумно и неожиданно для актеров. Но само впечатление и общая атмосфера, так скажем, удалась? Нет, ребята, ребята, все это удалось. И ребята правильно воспринимали эту реакцию. Я-то боялся, что их это собьет. Но они понимали, почему. И они чувствовали, что ребята слушают, что они смотрят спектакль. И там у нас есть выходы в зал, проходы через зал. То есть они прямо вот с этими ребятами физически взаимодействовали. И кроме этого работала целая компания тютовцев, которые встречали этих ребят в фойе, которые с ними общались, играли, которые их провожали в зал, рассаживали. И надо сказать, я об этом узнал позже немножко. Потому что я был занят в основном тем, чтобы перенести спектакль с одной сцены на другую. У меня была вот эта головная боль прежде всего. Но у нас много подразделений. Другие люди занимались взаимодействием со зрителем. И потом уже отклики родителей, которые своих ребят привели, представителей этого фонда. Вот оттуда я узнал, что все получилось. Вот это, наверное, самое главное для вас было, получить отдачу и получить реакцию. Конечно, конечно, да, да, да. Вот вы с большой теплотой говорите о состоявшемся спектакле. И я так понимаю, этот опыт первый для вас. Но достойен ли он продолжения? Есть ли у вас какие-то планы дальнейшие, связанные с благотворительной деятельностью? Ну, каких-то конкретных планов нет, но мы всегда открыты к этому. Мы всегда открыты. Мы понимаем, что это очень важное дело. Вообще такое свободное творчество. Это, вы знаете, на таких мероприятиях каких-то возникает удивительная атмосфера. Вот именно атмосфера, может быть, это пафосно немножко прозвучит, атмосфера добра. Очень простого такого добра. Вот очень душевная такая атмосфера. Мы еще, знаете, играли недавно совершенно, это, может быть, тоже можно отнести к благотворительности. В канун 70-летия Победы мы играли спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война» в городе Тихвин. Мы тоже вывезли туда спектакль, и технически это нам тоже было непросто, сложно. И сыграли его там и для ветеранов, которые пришли. Уже, в общем, очень пожилые люди. Очень. Подвиг был, что они вообще дошли. Но там было какое-то мероприятие, их там чем-то награждали. И вот в качестве такого тоже подарка был спектакль. Нас пригласила администрация и общество ветеранов Великой Отечественной войны. Вы получили таким образом опыт уже с новой аудиторией. То есть там были дети, там были дети-инвалиды, а здесь уже совершенно другое направление, так скажем, вот это ветераны. Можете сравнить сейчас по своему ощущению, вы говорите, некая особая атмосфера добра. А играет ли роль кто воспринимает, кто зритель, и если да, то в чем это отразилось? Да, наверное, нет. Есть просто какие-то технические вещи. Вот здесь вот дети были с особенностями развития, там были пожилые люди, да, поэтому там мы как бы... Ну, собственно говоря, и они тоже с особенностями развития в результате. Вот, потому что у них другое восприятие. Они с начала прошлого века пришли к нам сюда. Да, другая эпоха. Конечно, абсолютно другая эпоха. Какими глазами они смотрят на спектакль. И потом просто тоже для ребят было очень важно организовать им пространство, чтобы им было удобно. Потому что все прекрасно тютовцы. А у нас же все делают ребята в театре. Оборудуют зрительские места, дают свет, звук. У нас полностью спектакль обслуживают дети. Ну, подростки. И играют его тоже подростки. Ну, и взрослые, естественно, тоже. Если взрослые роли, то играют взрослые. Если подростка, то играют подростки. Ребенка, ребенок. И вот все, что вокруг спектакля происходит, да, вот, так сказать, то, о чем говорил Станиславский, что театр начинается с вешалки. И начиная с этой вешалки, вот это все делают ребята. И поэтому им было важно, чтобы эти ветераны, которые пришли, чтобы они себя чувствовали комфортно, чтобы они понимали, что вот здесь о них подумали. Вот. Это очень важно для ребят. Я не знаю, честно говоря, ну, ветераны тоже отозвались очень тепло об этом спектакле, но они все-таки взрослые, пожилые люди. Вот. Я не знаю, насколько для них это было прямо уж важно, приважно. Вот. Но для нас это было точно важно. А потом, кроме ветеранов, там были еще и школьники Тихвина. Вот. И с ними мы потом общались после спектакля. Они оставались, они общались с ребятами, с актерами, с режиссерами спектакля. Ну, это не мой спектакль. Я там просто играл одну из ролей. Вот. Вот мы говорили. И они, ребята, были довольны. Для них это тоже было открытие, потому что они были поражены, что существует такой коллектив. Потому что материал очень серьезный. У вас получилась действительно благотворительность, причем для самых разных поколений. Да. Дмитрий, вы напомнили мне фразу Станиславского, что театр начинается с вешалки. Я захотела ее перефразировать и уточнить у вас. Ваша благотворительность началась с театра. Как вы считаете, в принципе, профессия актера, она располагает людей к благотворительной деятельности? Какую роль играет, сыграла в вашем случае ваша профессия, играет в принципе в направлении благотворительной деятельности? Ну, по-моему, актерская профессия – это изначально благотворительность. И вообще искусство. Потому что, создавая произведение искусства, мы творим благо таким образом. Но это можно делать на коммерческой основе. Но все прекрасно знают, что, как правило, актеры – люди очень открытые, эмоциональные и реагирующие на беду какую-то, на нужду какую-то, умеющие дружить и любящие дружить. И поэтому я знаю очень многих людей, которые совершенно бесплатно устраивают какие-то концерты, участвуют в каких-то мероприятиях. Ну, очень много таких актеров. А такой аспект, как публичность, здесь играют роли? И вообще знаменитые люди, как вы думаете, они более ответственные в отношении благотворительности? Они должны выполнять некую такую миссионерскую функцию в этом отношении? Или это личное дело, и оно не связано никаким образом с тем, что ведут ты, или о твоих делах не знают? Я затруднюсь, наверное, ответить как-то однозначно на этот вопрос. Мне кажется, что это у всех по-разному. Я вот, кто что должен, это я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что это хорошо. Если люди занимаются благотворительностью. Мне кажется, это самим людям хорошо от этого. Когда ты делаешь кому-то добро, то оно к тебе как-то возвращается потом. По-разному. Ну, вот мой жизненный опыт таков. Я не могу сказать, что я очень много занимаюсь благотворительностью, что это смысл моей жизни. Но это все ощущают. Если ты кому-то делаешь добро, то оно возвращается. Если у тебя не всегда, к сожалению, и не у всех, есть такая возможность. Финансовая вы имеете в виду? Да, например, и финансовая. Заниматься благотворительностью. Потому что многие актеры просто выживают. Потому что ситуация, так сказать, в культуре у нас не самая такая безоблачная. Да не только у нас, а вообще это сложно. В направлении, которым вы занимались, получили опыт благотворительности у нас. Вопрос по поводу того, что благотворительность не обязательно предполагает финансовые вложения. Конечно. Вы говорите, что профессия актера не всегда. Актер может себе позволить финансовые вложения участвовать в благотворительности или именно играть? Нет, я имел в виду играть. Потому что многие вынуждены все время работать, работать, зарабатывать, зарабатывать, чтобы как-то там семью прокормить. И нет времени просто на этом, и сил может не быть. Но на самом деле, я думаю, что может быть не формально, не официально, но так или иначе в Дедушек Морозов все наряжаются под Новый год. И ходят по друзьям, по детям знакомых, поздравляют. Ну вот и совершенно это за бесплатно, чисто по дружбе. Ну тоже такого рода благотворительность. Так что, да, я думаю, что так. Дмитрий, как считаете, можно ли научить благотворительности? Ведь, получается, вы, приняв роль, вернее, в качестве режиссера, приняв участие в благотворительной акции, также вовлекли и всю свою группу актерскую в эту деятельность. Как считаете, можно ли этому научить или вовлечь в это? Либо своим примером кого-то на этот путь наставить, так скажем? Ну, вы знаете, мне, честно говоря, кажется, что это вообще нечто само собой разумеющееся. Оказывать благотворительность. И когда у тебя есть такая возможность это сделать, то это приятно. Это приятно. Когда ты можешь человеку помочь просто-напросто. Вот как-то это одна из каких-то основ нравственности, мне кажется, человеческой. Любой человек должен понимать, что делать добро другому человеку, другим людям, это очень хорошо. И что это надо делать. Понимаете, что жить надо не только для себя, но и для тех людей, которые тебя окружают. И если у тебя есть силы, есть какие-то финансовые возможности или не финансовые, помогать, то это прекрасно. Мне кажется, что человек тогда обретает и более насыщенно проживает свою жизнь. Любой. Я не знаю, можно ли этому научить. Но исходя из ваших слов, просто любой человек, у которого есть нравственный стержень внутри, он понимает, что это в общем-то необходимо и нормально. Но несмотря на это, многие люди, исходя из исследований и опросов общественных, они отвечают, что никогда не занимались благотворительностью. Но если они не лукают, значит, есть какая-то сложность в том, чтобы сделать первый шаг в сторону добрых дел. Как думаете, как его преодолеть, вот этот барьер? Ну, может быть, у этих людей нет возможности такой. Я ничего не могу сказать, почему. И о ком идет речь? Как сделать первый шаг, вот как начать делать добрые дела? Просто вот, ну, раз уж ты говорила о вопросе, 70% россиян ответили, что никогда не занимались благотворительностью. Сложно поверить в эту статистику, да, но тем не менее. Что людей останавливает? Да, здесь есть вопрос, что вкладывают в понятие. В это понятие, конечно. Да, это немаловажно. Но тем не менее, вот в таком формате, как сотрудничество с общественными организациями, вовлечение в какую-то действительно активную деятельность, помощь разным социально защищенным группам, ветеранам, инвалидам и так далее, ну, в таком плане далеко не каждый. Наверное, мы можем судить и по своему опыту. Как начать шагать в этом направлении? Есть ли у вас какой-то в этом отношении рецепт? Это надо понимать, почему. Вот не просто никогда не занимались, а обладать информацией, почему, ответом еще на этот вопрос. Я смею предположить, что, может быть, здесь дело в том, что, во-первых, вкладывают в это понятие благотворительность, потому что это тоже такое слово уже довольно изъезженное, и его эксплуатируют иногда в коммерческих целях, вот как непарадоксально звучит. Потому что благотворительность для многих — это возможность пропиарить себя. И это, пожалуй, единственная цель каких-то организаций. Потому что были такие случаи, когда мы искали деньги для спектакля и обращались туда-сюда. Или не мы, а вот там есть знакомые, которые не для театра искали, а для спорта, но тоже юношеского. И приходили и говорили, вот, вы можете поучаствовать в такую солидную финансовую организацию. И мы говорили, что, в общем, как-то нам это не очень интересно. Как? Ну, а вас же узнают. Но нас и так знают, говорили. Да, нас и так знают. Мы уже вложились туда-сюда, вот здесь, поэтому нас уже знают. Нам не интересно. На что мой этот знакомый им сказал, ну, прекрасно, так бы вас знали, как те, кто дал денег детям. А теперь вас будут знать, как тех, кто не дал. Они задумались. Ну, здесь все как бы непросто. Если превалирует вот это желание пропиариться и получить из этого дивиденды, какие-то выгоды, в первую очередь, то это, ну, наверное, все равно хорошо, потому что, ну, слава богу, что они это сделали. Вот. А если это внутренняя потребность людей, которые в этой организации работают, да, вот не просто накапливать капитал, да, но и сеять вокруг добро, то это другое уже. Они, конечно, тоже должны получать выгоду из этого, да, какой-то, какой-то пиар. Почему нет? Ничего в этом ужасного нет. Но когда это на втором месте? Спасибо. Дмитрий Интересный, тоже затронули тему. Но я тогда перефразирую свой вопрос в отношении наших телезрителей. Можете ли вы к ним обратиться с пожеланием, как начать делать добрые дела? Вот можно я еще по поводу телезрителей, потому что я тогда ушел, получается, немножко в сторону. Мне кажется, что телезрители, они еще не знают надежных путей, потому что вот то, что это имеет иногда коммерческий такой оттенок, благотворительная деятельность, нет к ней доверия настоящего, нет доверия к фондам каким-то благотворительным. Потому что у многих людей ощущение, что они туда эти деньги отдают, а как они эти деньги будут потрачены, неизвестно. Неизвестно. У нас эта культура еще недостаточно развита в нашей стране. Да, я вот совершенно согласна с вами в этом моменте, но тогда что вы можете порекомендовать? Бороться вот с этим недоверием внутренним, либо какие-то другие формы искать для того, чтобы делать добрые дела? Я думаю, что с этим недоверием должны бороться фонды. Я думаю, что они должны приложить усилия, прикладывать еще дополнительно, чтобы сделать свою деятельность абсолютно прозрачной, чтобы людям были видны результаты, чтобы им было видно, как расходуются эти деньги, и чтобы эта информация была более доступна. Может быть, она даже должна быть какой-то навязчивой какое-то время, чтобы убедить людей в том, что их деньги или какие-то другие ресурсы, что они не будут не по назначению использованы куда-то, не пойдут в чей-то просто конкретный карман. Но человек уже будет свободнее тогда шагать. И тогда люди... Да, потому что эта внутренняя потребность, мне кажется, есть у любого человека. И когда это люди будут ощущать, они, конечно, будут активнее участвовать в благотворительности. Спасибо огромное, Дмитрий, за ваш такой позитивный и неординарный взгляд. Я думаю, все наши телезрители порадовались тому, что у каждого из них есть такой потенциал благотворителя. Спасибо, что вы пришли в нашу студию. Я напоминаю, что мы беседовали с Дмитрием Стрелковым. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Отдельную благодарность канал выражает всем, кто поддерживает ТБН. И я напомню, что присоединиться к телевидению без насилия просто. Для этого достаточно обратиться по телефону горячей линии, который вы видите на своих экранах, или направив заявку на сайт tbntv.ru. Звоните и присоединяйтесь прямо сейчас, а также не забывайте делать добрые дела. Я же с вами прощаюсь ровно на одну неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова